Всем доброе утро, короче. Приехали, короче, в город Анапу. Вот она, Анапа. Сейчас попробуем отсюда выбраться до... Выбраться до... 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 до Крыма, короче, нам надо добраться. И вот попытаемся разведать, как вот отсюда можно доехать. Вот на этом поезде мы прибыли. Как отсюда можно доехать до Крыма. Собственно, нас судак интересует. Вот, немножко не выспались, конечно, такое состояние. Еще не проснулся, что называется. Встречая Анапа еще раннее утро, совсем 5 утра, мы идем, короче. Все, будем передвигаться. Попробуем купить билет и доехать. Ну, я думаю, еще раз займет в 3 часов 6. Будем проезжать по Керченскому мосту. По Крымскому мосту. Еще раз доброе утро, ребята, короче говоря. Ну, мы, короче, решили вот... ехать не на автобусе. На автобусе было бы, короче, гораздо дешевле. Решили ехать на машинке. В общем-то, нам обошлось по 1000 рублей до судака. Это гораздо, я думаю, будет... быстрее получится. Потому что не будет досмотра, как нам сказали, собственно говоря. Вот. Подъедем к мосту. Снимем мост. Мост, кстати, такое уникальное архитектурное сооружение. 19 километров. Так что будет супер, я думаю. Преимущества масла, конечно, очевидны. Это мы сейчас убедимся сами. Во-первых, не надо и ждать. Эту паромную переправу, которая иногда могла бы там по каким-то причинам, там типа как штормовой, там всякая фигня, она могла просто-напросто не пойти, да? Во время шторма паром не ходит. Было вот такие задержки по сутке, по двое, короче, люди тратили, огромные очереди. Мы с собой, короче, не взяли, мы с собой не взяли с собой единый, как он называется правильно? Оформили, короче говоря, не оформили сразу единый билет вместе с РЖД. Вместе с РЖД мы не оформили единый билет. И по факту, короче, когда приехали в Анапу, хотели сделать единый билет, пересадку совершить на автобус, чтобы уехать в Крым. У нас не получилось, поскольку она сказала, что только можно нас в следующие сутки оформить. То есть нужно заранее покупать, если хотите. Заранее желательно, да, все покупать. Немножечко вымотанная, конечно, дорога. Тяжелая была. Проразбудили нас в 4 утра, блин. Почему тяжелая? Нет, в 4 утра подниматься очень... Я вообще не выспался. Я сегодня в 2 встал. В 12 вставал. В общем-то я спал от силы где-то часа, наверное, более-менее 2, ну так, 3, блин, максимум. Так, это Крымская весна, будет весна очень жаркой. В плане не только погоды, но еще такое произошло грандиотное событие, как открытие моста. В протяженности 19 километров. Сейчас мы уже приближаемся к нему, сейчас будет лонд у нас. Шрак проходит тщательно досмотр, но у нас легковые автомобили как бы не трогают, поэтому на своей машине ехать и прочее. Все-таки в этом плане. Вот, а автобусы тщательно досматривают, особенно вещи. Все-таки в этом плане. Взгляд. То, что будет, надо откроется. Вот, блядь. Бой, рок-н-ролл. Рэппинь. Блин. Ага. Дорога, ручка. А, вот он. Дорога из Крыма теперь в Крым встала гораздо проще. Не надо будет зависеть от барона полностью. Там, да, терял очень много времени. Помню, мы там стояли часа три, может быть, даже чуть меньше. Вот. И, как правило, там еще и по деньгам попадают, там, там, тысячи семьсот. И плюс еще за проезд, с каждого пассажира, там, по-ссемьдесят рублей, где-то так, где-то на два рубля мы там попадали. Поэтому сейчас у меня тут вообще остимальный вариант. Вот. Но пока же строительство продолжается. Так что это еще не открыли. И, по-моему, сейчас машина будет только до трехс-поинтон. Поэтому мазок. Там дальше будут интересные моменты. Красивая арочка. Снимем еще. Машина строительства. Машина строительства у нас не бесплатная. Но из-за Японской войны Субтитры сделал DimaTorzok 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 Форос, эти вот места очень-очень суперские по видам, там вообще супер. Мы там индукали, отборим, просто непередаваемый пейзаж. А, 800 ступенек моря? Это Банапи, да, получается? Да, да. Ты даже не слышал, даже брать не рад. Вот в каждом городе есть какие-то свои плюсы и минусы, с примечательницей, в любом. В Пеленджике вот в этот сезон не удался, конечно, печально. А я обычно в Пеленджике ещё участвовал, мне там друзья, там товарищи. Они там остановились. Так, едем в Керчь. Вот такие пейзажи у нас здесь. Сейчас посмотришь город Керчь вообще, такое историческое тоже городишко. А сколько там население? Причем небольшой, да, вроде бы? Керчь небольшой город, да? Ну как, не больше. Ну, допустим, больше, чем Анапа. Больше, чем Анапа, да? Ну, значит, больше 100 тысяч, да? Больше 100 тысяч, да? Больше 100 тысяч? 145. А, 145. А, 145. А когда-то было 170. А вот мы и выезжаем, выезжаем в Керчь. А это и этих-то нет. Там песочные пляжи в основном, да? В Керчи-то у нас? Да. В Керчи, я знаю, там вот Казантип. Это Щёкино там, по-моему, где-то, да? С народом оттуда. Да. О, там шикарные, шикарные места. У нас были в Казантипе. Почему? В Казантипе в каком-то? Вот это месте стоит никуда-нибудь. Не-не-не, имеется в виду не это, не заповедник Казантипа, а вот это вот образование, которое появилось, когда вот танцевальная музыка, Казантип. Оттуда, оттуда же пошло название. А, фестиваль. Фестиваль, да-да-да, танцевальной музыки. Он оттуда начинался. Да-да-да, это было в 98-м или 96-м каком-то. Было, там дурдом конкретно. Секс-разраз и всё такое, короче, происходило. Наркотики, потому что деньги были. Наркотики. Вот он, городишки издалека как бы. Да, это... У вас там из Казантипа... Отсюда сколько примерно от Керчи ехали? До кого? До Чокина? Ну, всего-то вот с этого места. Ну да. 60... 60 с чем-то, да? 80 километров. 60 до Ленина там, то есть. Ага. Ну, как бы, если жить. И там это... Казантир переводится с Турского до Казана. Но Казана, да-да-да-да. У вас там атомный реактор ещё остался такой недостроенный, в каком-то году он там был, в 70-м каком-то. Но Казана. Там дело в том, что поднимать мыс. Это мыс Казантип. Он и так и есть на карте Азовской. Мыс-заповедник, считайте. Казантипский залив. Заповедник Казантипска. У вас там даже слышал ходюки водятся? Так, хорошо. Есть, да? И шо какие? Есть. Хотел бы туда сходить поймать попарушек. Ха-ха-ха. На камеру для съемок. Желтогли на какого-то я не пойму. Не, а у вас вот эти большие лужи, водные лужи, здоровые. А их там валом, они там размножаются. Да-да-да. У них там серпентарик. Там есть одна бухта, шоуковица. Они вот именно в ней размножаются. Там, там, бухта. Название бухта мне нравится. Сракомойка какая-то есть. Соракомойка. А, сракомойка. Ты получай, как кратер, потом шоу. Вот они были. Красные. 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 Чаши. А по периметру скалы. Экзотическое место. Нет, там поснимать. Видео там поснимать, конечно, будет поздно. У нас два вида змей. А вот эти вот уже, они кусаются, но они не ядовиты. Нет, они в ней не кусаются. Но если ты не будешь доставать с ней. Или на сушку вытащишь, тогда пахнет. Но все равно они ядовиты. Нет, они не ядовиты. Ядовиты, но больно. Ну они здоровые, они что-то прям по полтора по два метра. Да ладно. Нет? Это желто блюдо. Это гадина такая, что он кусит. Он не ядовитый. Но больно, да? Очень больно. И у него на зубах может остатки вот этой пищи. Он может заразить. А, может потом инфекция какая-то нести. Мало того, он агрессивно нападает от него. Если убегать надо в сторону солнца. Ничего себе. Это прекрасное излучение солнца. У него сенсоры. Сенсоры, да. Если боишься, он там будет очень быстрее. Агрессивно. Ну да, да. И море хвостов может съесть. Блин, а я бы поймал бы. Но там все хорошо. У вас есть там спокойное море. А можно на Татарских бухтах. По-моему там как раз для... Там зависит от направления места. Чем уникальнее. Какой бы ни был ветер. Ты всегда будешь купаться в тихом месте. Перейдешь в маленькие полосы. С одной стороны. И любую. Ну займешь. Ну не будет желтой. Как вот. Допустим, я дусь. Боит золотой пляж. Класс. То есть и ветер приходит в берег. Извините. Да не будет. А там перешел. Кому нравится. Этих скайпинг. Штарус. Вот это тихо. И так и у людей. Такая такая такая. Да. Одного потерянного дня. Вот что-то лучше. С 4 они работают. Они получается идут чуть ли не до Керчи, да? Нет. Там залив. А там есть. Мы с Казаньтихой. Мы с Чагады. Угу. Там этих мысах клейки есть. Понятно. Ну это Керчь. Это же центр города. Это Керчь. Да. Это исторический город уже. Многое пережил в свое время. Самый древний город в России. Самый древний. Самый древний. Самый древний город в России. Присоединение был Дербет. Ну 2600. Но мы едем пошли вот, когда рыли мост. Это все. То есть Москва рядом не стояла там. Ну сейчас вообще как-то что-то делается здесь? Улучшую сторону там? Поменялось? Пытается. Пытается, да? Пока очень. Ну по крайней мере мне кажется дороги чуть получше стали. Мы как-то здесь проезжали. Ну и где так. В шестнадцатом году вообще здесь были просто луины. Ну и где так. Ну и где так. Здесь оставлю вас нормально? Нормально. Ну вот. Ну да. Ну вот так вот. Это центральная улица тоже какая-то. Все-все в полициях. Проехали из Покерчи немножечко. Это рынок, наверное. Да, это есть рынок. Ну это центр города есть. Центральный рынок. Фрукты, овощи и все такое. Все, хорошего до свидания вам. До свидания. Так что вы побывали в самом древнем уровне России. Хотя бы чуть-чуть. Ну кстати у вас даже пляжи есть, да? Наверняка хорошее здесь. Ну. Даже в Кричи можно хорошо искупаться. Может и не. Он нам поберечь между двух морей и пролив. Была бы машина, мы бы все объездили бы. Весь Крым бы. Но весь Крым за десять раз не посмотрим. Конечно. Это нереально. Нереально. Ну это вот восточная степная. А вы поедете дальше. Ну мы поедем к ЮБК ближе. Ну да. Всего отличного, хорошего вам настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok